А вот кого все эти новые правила могут и вовсе не коснуться, так это евробляхеров. Их просто нельзя оштрафовать. Номера иностранные, машины толком не зарегистрированы. Не посылать же квитанции о штрафах в Литву или Польшу. Тем более еще и тогда, когда вот такие машины по несколько раз перепроданы уже после того, как их завезли в нашу страну. Почему депутаты до сих пор не решили эту проблему? И какие есть варианты легализации евроблях в Украине? Напомнит наша справка. Пересечь границу через законодательные дыры. При этом ловко объехать налоговые правила. В Украину по-прежнему неистекаемым потоком гонят машины на евро номерах. Сейчас в таможенной базе значится почти полмиллиона автомобилей, которые ввезли в режиме транзита. И еще два с половиной миллиона в режиме временного ввоза. В правительстве все в один голос заявляют, что ситуация ненормальная и ее необходимо менять. Даже сроки называют месяц. Но вопрос только в том, насколько этот месяц может растянуться. Пока депутаты вместе с собственниками евроблях безуспешно ищут компромисс. Парламентарии предложили сделать, как в Молдове. Разрешить растаможку уже ввезенных автомобилей с солидной скидкой. А ввоз новых прекратить. Но другую сторону такой вариант не устраивает. Требуют снизить высокие таможенные ставки. И для убедительности своих предложений евробляхеры периодически съезжаются на митинги. Но чем дольше идут торги, тем бюджету дороже. Ведь уже сейчас убытки Украины от евро номеров колоссальны. Потери только за прошлый год почти 20 миллиардов гривен. Но что для одних убытки, то для других прибыль. Сейчас ввоз машин с евро номерами в Украину стал теневым международным бизнесом. В Польше и Литве люди оформляют на себя сотни машин. А в Украине придумывают все новые схемы объезда закона.